Что это за хрень? Heroes of Might and Magic a Strain Stragic Quest Stratagic Quest Что это за хрень? Первые герои Они что, имели под названием? Наверное Я не видел Я играл в первых героев Мне там, кстати, жопу надрали С непривычки К запаху Кстати, с этим ушел Да, давно уж Короче, пацаны, ДОС Транспорт Тайкун Пацаны, ДОС Транспорт Тайкун Делюкс У меня есть Транспорт Тайкун Делюкс Он классный, я в него перепоигрываю периодически Он реально классный Вот, вот, вот Отличная экономическая стратегия Да, стрим пошел, я тебя слышу Я все слышу Что, бралистам что-то все-таки будет стремить? Боши, наверное Блять, не глашу А сам не решил играть Холидай Да, Холидай Слушай, тебе это Всем здравствуйте Да, всем привет Ты опять за Самит Хил? Я третий, так и не прошел Да, да, да Мне привод окончательно подводит Транспорт Тайкун Делюкс Тутиас-то до сих пор так не будет Есть проект в названии WopenTTD Достаточно классный, интересный А, ну это я знаю Я... Настроил сегодня Соньку через сеть, чтобы работал У тебя привод подводит ПКшный, ты имеешь в виду? Да, 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 ПКшный Нет, я... Холд, я вас спрашиваю И он на плойке играет Чего-чего ты говоришь? Да, на плойке На первой? А, или на второй? Третий Сайлд Хилл на второй А, ну-ка, ну-ка А ты сейчас на каком месте? Больница Мне сразу сесть добить Ну как, там уже так, конец больницы Больница тоже ближе к концу Так и все Потом добежать до мотеля, парка и церковь Это же прекрасно вообще Прекрасно А как тебе вот этот пироэд? Ultima 7 The Blackgate Или... А вторая игра идет Wizardy 5 Wizardy Как жару Да Ему только первая Плэвизарда Да, он не оказался проходить в этой игры Да, но его пола вообще не соская Парень до соская не лучшая До соская пола Кстати, выпадает какие-то дежды Эхпг, а такая длинная на Нессе Я бы тоже видел нахер Да, на Нессе есть Пусть невольно задумывается, что могло выйти пунок Первый Mate in Magic на Нессе Во Во, вообще Охренительная подборка лучшая Называется Афхат Лови Находение И ты, наверное, прошел бы Футбол Манеджер 7th Civilization И Курс 2 Которая сейчас 7th Civilization Это же сказка вообще Я бы цивилизацию осилил Я бы помучался Она длинная Дай Да как мерь Господи, 4 часа Ну как, я поставил бы минимум раз 2 цивилизации Победил бы сразу на одном континенте Вот вся игра Вот так, внезапно, да? Да, можно и так Ну вообще-то, если поставишь хотя бы 3, то часа 4 и будет гарантировано Да ладно Да ядер, мой бог И ты не забывай, что Поставишь 3 цивилизации Они регенерируются Еще по одному раму Да, да? Ах, так Все стартуют одновременно А когда ты побеждаешь одну На ее место приходит еще одна А, вот как В той же цветовой гамме И только когда ты любите ходят Так, а, все Так, вот Такова была первая цивилизация И такова же была вторая Первая Честь бы, что я проходил только пятую Ооо, да, на тебе придется разбираться несколько дольше, чем ты Да, не, ну я уже видел ее И, кстати, когда я нашел, так, опасу в лудистах Кроме вот этого свинга в тайном углу Даже с фунтиной Нашел очень гавеную пиратную цивилизацию В общем, гавеную А там нет ни музыки, ни роликов У меня есть Неужная, кстати Перный театр Она тоже сидишь на новорит Нет, у меня есть не рикнутая снижка Вот Вот Будь здоров Вот почему она гавеная, Грей? Ну и там нет ни роликов, ни музыки И ни русского перевода, по сути Потому что на переводе главный юни Короче, пролист играет в полдрайвер Полдрайвера Аграет, я не веду И это очень хорошая песня Ну, замечательно Ну чё ж Ну чё ж Мне больше всего забавляет, что Цивилизация оригинальной анализе Написано, что вас Ждёт Увлекательный Саутрэ Который не позволит вам заскучать Саутрэ Увлекательный Саутрэ 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 Халло, халло Саутрэ Саутрэ У первой цивилизации не встречалось, и у второй не встречалось, точно. Это хорошая игра. Аня, лучше сказать хорошие кинсо. Кинсо? Да, нам поговорить надо. Кинсо вариативно и очень вариативно, и сдохнет там два пальца. Да, она тоже на шести дисках. Да, я помню. Я смогу верить. Ещё одна на шести дисках. О, набор. Might & Magic 2, Ultima 8. Или Detroid. Вот мне я стосмареза привезла, я считаю. Чё тебе написано было? Аркейд Молд. А, ну тебе там тупо повезло, в принципе. Фолкнер, а у тебя, скорее всего, на досе будет это... Квинтесенция всего того, что тебе выпадало до этого. То есть вот все вот эти разы. Поэтому готовься к тому, что будет лютеньшее говно. Проходимое, но лютеньшее просто. Что? Фолкнер, чё ты тебя не слышал? Я очень плохо слышал, но очень перед кудой. У меня... Так он, там, всё понятно. На. А что ты сегодня стримил этот... Эта... Конфа была, а ты проходил этот свой шмак на стриме из голосовки, но вот эта игра. Да никого не было. А в конфе было провести? Нет. Тейкс там все сидел, но он там, наверное, свой крюру бился. Савин сидел на молчал, когда что-то спросили. Но у меня это не до разговора было. Ну да. Я спал. Угры тоже спал. А я так, я только... Когда стримил, я только домой вернулся и не стал сходить. Так что там тихо было, тихо было, потому что там мало говорили. Я открыл кладку, посмотрел 10 минут и закрыл. Вот так никто и ни слова не сказал. Может быть. Где-то в середине. Там в начале что-то Савин говорил. Ну, в конец он что-то там спрашивал. А вот если мне выпадет вот это, а вот если мне выпадет вот это... Где-то он спрашивал. Нет. Он что-то там в самом начале начал просим пары задвигать. Блин. А, не-не-не-не. Не у меня. Это у Зенита на стриме. Это у Зенита. У Зенита. У Зенита. Я включаю стрим Зенита. И первое что я там слышу, что-то про этот темпарт. Начинает ему возникать. Блядь. Сколько же можно так за темпарт играть? Не, у меня он там что-то по моей картинке. И все. И я буквально стал оплаливаться. Всего тихо. Ну вот. Так что я спокойненько так... А, что-то у меня в начале там ФПС практически. Был какой-то момент. Он мне там начал рассказывать, что у меня не палатки с ОБС. Он у него там все стоил. Ну я вижу, что там такой за 6-сек... Пару секунд на полагину это было, и все одиночки. Ну он там, блядь. Сдружает... Лово! У нас четко не отключило. Вот как вчера это был момент, да. Когда я там... Ну без аэро... Переключался с ОБС на эмулятор. на окно и начал грузить что-то, блядь, включи заглушку, а я не понимаю, что не хочется, потом дошло, что будто вот этот момент, этот зум увлизывал, что-то уже давно этого нет, уже давно там все переключилось, даже у него нет, он, блядь, не включил заглушку, с какого-то, что было с ним, по всей стороне, человек, блин, если себя таким считал, ну блин, я его просто сравниваю, у меня такая заниженная самооценка, мне кажется, что у меня такая заниженная самооценка, вообще-то не ехал, ты про себя имеешь? да да спират, это только совсем есть еще и вариант вы закрутили столетию, но тоже, не рожанского мировки, как явились на рожки негры Средний магнитный круг, но такое точно было в первой цивилизе до мэра 92-го года. Такая сцила была, что такое было. Русские могли на русских играх разделить. Нет, при безобразии, если она выпадет в снижаться, ты будешь играть в нехакную версию. Она же как и так сделана, ты играешь на какое-то время, потом, отряд, Внезапно задаёт вопрос по истории, что бы там было самое нахрентое? В каком году там было в средневековье какое-то событие, да? Угу. Если ты отвечаешь неправильно, то как ты делаешь? Тут все ответы написаны на фонуаде, но это такая... Вот. Если я просто знаю ответы. Да, но если просто начать, то тоже можешь играть. Хе. Я, наверное, прочитал бы, ну, да, из новых исторических, прочитал бы, кажется, Типа, как решить эту проблему? У нас никогда этого не было, и версия ходила нехакаться. И когда у нас не появился этот вопрос, то просишь чувака на соседнем компе, Типа, кто-то играет Цуба, открыть Цуба Федии и сказать ответ. Хе. Нормально. Хе. Есть пробл. Сонка. О, нет. Это такой пробл, что я не хочу сейчас еще на английском пару сотен слов читать. Ну, там, конечно, я утрирую, но все-таки, пощадим. Я шесть часов. Плюс еще два часа с периодом, короче, я сегодня 800 по английскому языке. А, все, я понял, все, спасибо. Блин, ну почему я не выпал скитфайтер, сука? Ну, это скитфайтер... Ну, это скитфайтер... Скитфайтер уже всем подряд подпадал. Любой! Второй! Альфа это вообще было бы идеально. Первый. Хрен с ним, даже третий говно это. Первый скитфайтер. Первого не было на ЦПСах. Или было? Был. Был. Ну, первый это странно. Ну, я уже клоун первым прошел, но он на степке меня. Первый как-нибудь победил. Это же Ковнецова, блин, не доделанная. Кто, первый? Ну, как, ну, в первый концепт, поэтому там никакой. Ну... Ну, это лучше, чем вот этот клон, который он на степке. Ну, верно. Блин, вообще. Кстати, с первого я серьезно никому не играл. Я выпускал его на ЧПСах? Никому даже на ЧПСах? А, нет. Первый скитфайтер, мне кажется, здесь, по-моему, нет. Вот я, Грифу, не было. Знаешь, играть тут? Не, видимо, все. Человек потерял голос, превратился в тейтл. А, пошел. Ну, если верить в Википедию, первый экран на первом ЦПСах, это Фаркотл Ворлдс. Че, Боинц? Фаркотл Ворлдс, в который игре проходил вчера. А, я, я еще и первый ЦПСах. Последняя игра на первом ЦПСах, Мегабэм, The Power Paddle. Как она называлась? Это, Ворлдс. Фаркотл Ворлдс? Да. А, это Шмап? Не знаю, сейчас. Ну, Гриф рассказывал, что там Шмап, и на каждом автомате это направление, как ты, вот, не знаешь, на метафоне ручку громкость. Ничего, ему очень сложно было это играть. Слушай, а ты же, вот, Шмап пропустил на ЦПС, именно, а че он тебе там? Я? Я на ЛЕ у меня в Юпоинт купил, я вот, я пулел. Да, он второй только. Блядь, ты три второй стекстаешь. Зеровин, ты на чем играл? Надо только подорачиваться. Я стараюсь, я застараюсь, что я подорачиваюсь. Ваша платформа, как подорачиваться. А ты не скролл шутер, да? Не скролл шутер, а только ее пернотят, у меня такой скролл шутер. Сролл шутер, я не понял, ты говоришь, часов у него играет? Что? Ты говоришь, вот этот скролл шутер, потом я выпал, часов играет. Даримус, Даримус, только что там проходит. 20 минут. Так, что тогда в Юпоинт купил? Потому что меньше надо смотреть подранный канал. Или бы хотя бы разобрались, что там в Юпоинт. Там 5 путей прохождения. И они все их запасаривают. Вадим? Замечательные опыты. Сколько там уровней? 5, по-моему, или 6. В Даримусах обычно 5 уровней. 5 уровней безжизненный. В смысле, только с 5 жизнью, без контов. Это как-то без контов. Я вам сейчас на одном конте прошел. Эту хрень нахарди. Свою. Ну, у тебя своя хрень нет. У меня мало патчмапов. Поэтому для меня вот это вот, то что назвал, это было бы не полчаса. Для меня вот лично было бы, серьезно, коэффициент крота. Да, вахту. Я сейчас совсем забыл, что у тебя какие-то турбографиксы. Мне тогда сейчас его себе не подбирали. Ну, хотя, я, конечно, на турбографиксы в этот Даримус конкретно не рубал, но я рубал с G. G вообще легкий был. Это у нас Соньки на первой. А что-то еще, подожди, Дариус плюс. Какой-то, по-моему, портативки. Это сравнение, конечно. Что-то мне подсказывает, что Дариус тут что-то у меня немножко. Ну, я вот только смотрел. Ну, Дариусу Дариус. Обычно Дариус. Стандартный набор оружия. Пальба вперед, ракеты вверх-вниз. У меня просто очень мало выход шмапок, и я членик просто. Я очень долго бы играл. Чё, у меня есть крестов небольшой опыт, но тут как-то проще. Блин, ты там всегда сиди изи в недуку. Я в МФЛ, в который ты сразу играть не будешь. Винкоманда, Лунар. Я не хочу, Лунар, разбудился. Блин, в командир тогда еще. Ну, блин, в командир, что еще делать? В МФЛ я, конечно, могу подозвучить правила еще раз, но... Точнее, как подозвучить, я уже ознакомился с правилами, на все эти случаи, Американский Болл и Носи Ебл. Мства В. Может мне на Сегу-Сигелии выпадет какой-нибудь. Этто? Столетик. Я вообще ещё пару раз обновил Сегу-Сигелию... Я даже не знаю, что на CD CD тоже зим парк есть. Samurai Shotdown мне бы. CD. Grand Horror Band. Romance for the Three Kingdoms, Three Dragon of Destiny. Ну, господи. Больше длинных аварий. Спасибо. Супер игра. Плюс рейроуз. И Sega Classic Collection 5 по 2. Который входит. Вот знаете что? Ну? Golden Apes. Street of Rage. Super Monaco. Коломбус. Ravage of Shinobi. Так это же хорошо. Street of Rage это биография. А мне как-то нравится мне любую игру и сборки пройти на моей судьбе. А, любую? Да, у меня изъезжаю. Какой там Shinobi? Ravage of Shinobi. Третий? Третий? Третий. 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 Пижаму? Пижаму сейчас походил? Да, да. Второй по моему ритурник, но он сложный такой, относительно. Третий какой-то простенький. Я Golden Apes осилю быстрее. За тренинг сложный. Третий. Третий. Golden Apes у меня за тренинг 100 лет назад. Prozent. Я в него тоже играл на doce как-то. И не помню, проходил, не проходил. Напомню от сложности. Кстати, уровень больше и меньше Entity. Потому что может у него по-любому на HARD играть придется. А, у нас же без разницы. А, ну, может быть. Вот, атака, или ничего, Bulduin Next там же SEGA на SEGA Demon. SEGA that's a equity thing. Я первый, наверное, на сяге не видел, слушай. А-а-а, ну... Я второй, наверное, не прошёл, по-моему. Третий проходил. Кольц, а то ты шмап поселиваешь. Чего? Шмап этот поселиваешь, а вот мне биты мапы проще даются. Нет, шмапы... Мне тоже биты мапы проще даются. А шмапы не особо любить. Про первый, про первый, да, Даша. И вообще, самая странная игра на сейге хилей-то была у Телси, да. Она не на сейге, кстати, была на 32Х, в калибре называется. Что такое? Который КАЛ-50? В калибре 32Х. Там, короче... Это такое... Даже сложно сказать. Ты летаешь за калибре птичку, и это с крошкой. Ай. Ай. Что-то такое я видел. Да, по всем при этом, что... Ты запускаешь игру, ты летаешь по карте. Первые минут десять не понимаешь, что делать. Потом находишь свободный цветок, при этом... Подлетаешь к нему и начинаешь с первого уровня. Это 50. Селси, на кого попрошел. А все при этом я не могу назвать тебя с такого шутера. Знаешь, пока тут очень нет? Потому что игра у нас коронна. Потому что это все там проблемы. И игра будет логов. Ну тогда я не знаю, как это назвать. Что-то вел? Да. Что-то вел... Фолк нормальный, я оброшу. Че? Ты раньше проходил садки? Кого? Сайда хилдей раньше проходил? Ммм... Пару раз. в смысле поинты набирать я знаю как раз таки на потому что первый раз первое прохождение по-любому обычный концовки берут у меня хорошую срабу ну так это и есть обычная нет у меня была хорошая необычная так там всего их две обычные и по разным чуть больше ну уху я ничего первое прохождение по-любому обычное скорее всего даже не потому что первое прохождение а потому что тут не можно за одно прохождение стукачков набирать Нет, если ты в этом не исправедай, то я тебя ощущаю, да. Это 1000 очей. Тебе надо 4000. Каждый убитый мог, это 10 очей. Посчитай, тебе на мобах 3 тысячи надо на самом деле. Тебе надо в мобах убить. 10 очей. А ты набиваешь от силы 150. А чё они есть? Угу. Я так понял, что они с прохождения не копятся эти очки. Я так понял, что они с прохождения не копятся эти очки. Ну, короче, не знаю. Вот у меня сейчас на этом сейве второе прохождение, я стараюсь, конечно, на пазлы спрятаться. Необычные. Это вот в Ориджинс я знаю, что там просто на первое прохождение нельзя на плохой консервис. Ориджинс? А, я Ориджинс ещё не прохожу. Это на песке был? Ну. Нет, у меня тут экулятор начал нормальный экулятор. А Ориджин у нас на второе снижение. Он с двух котенами и там управлением через 2 секунды тут срабатывает. Ну, вот я и буду играть. Ну, эти пиратные архивы вообще. Нет, у нас есть экулятор? У меня экулятор, у меня экулятор теперь не нужно нормальный, потому что нормально так и не смеет. Я помню. Вот этот Ориджин, который в Ориджинс вышел на PSP, потом на PSP и PSP, потом на PSP и потом на PSP. Там хорошо и делал. А они не засамяты, у меня чё-то как новеллах. Бегать просто, бегать ничего не надо. Использовали возможности remote, потому что мне нравится функция микрофона и динамика внутри самого remote. А я-то играл не на PSP. Отлично, струная шняга такая. Когда тебе звуки резко, ты забыла, что ты держишь в обновлении микрофона и динамику ещё в руках. На самом деле тебе болеть и из него звуки из телек. Научка. 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 Пиздец просто. А, ну ясно. Ну, там, короче, такие фишки. Они, блядь, новее куча ужастиков этих делали. Ты бегаешь постоянно с камерой, блядь. С фортиком, блядь. С телефоном. Сталфрейм 3. Сталфрейм 3. Сталфрейм 4. Четвёртый ремейк. Второй. Немножко не такого плана игра. Это больше резидента подобное всё-таки. А я имею в виду вот эти все груджи, вот этот вот шатрик. Но я боюсь, когда ты бегаешь и постоянно на всё там смотришь через камеру. Сталфрейм, что там эта камера вторую же пустит. Ну, да. Всё, оно стрёмно, блин, надо выдерживать эту фокус. Ну, классно, ты сыграл. В первый рейт выходил. Классно, классно. Я вот играл в первый, и вот не допрошёл, запросил как-то на наш штаб, всё. В один странице у меня не было плохо до конца. В даунпурх ты играл? В даунпурх даунпурх ты играл, посмотри. Да. Вот я перед даунпуром решил перекатить все остальные. У меня даунпур уже года три лежит, я его так не распаковал ещё. Молодец. А я вот единственный сам фокус, который не проходил вот этот. Оригинс. Оригинс, да. Остальные прошёл. А даунпур вообще затащил на все очевидцы. Даже на концовку дурацкую прошёл, на которую очевидцы даже. Есть? Кохма там какая-то? Не совсем. Кохма там есть, но за хохму очевидцы дают. А есть там не совсем стандартная концовка меня цараями. Пройди его что-то, я его играл как-то не пахнет. Пройди её. Он же нормальный, ну как сам? Хвалит? Хвалит? Пятый, мне пятый понравился. Давай ещё. А Салин Хилл? Они в принципе все кроме Четвёртого понравились. Тебе Четвёртого не понравился? Тебе понравился Хам Каминг. А зачем? Всех. Я тебе не знаю. Хоть он там Салин Хилл в косвенную какое-то отношение не имеет, не концепции. Ну сама она тоже приятная. Там Салин Хилл недавно не хватало возможности перекатываться и играться со звукорядиями, да? Про пятый. А там не было. Перекаты точно были. Были? Он там ножом просто выносил. Так вообще-то перекаты появились в Четвёрте. Только они выглядели не так перекаты, а как перескоки. Не помню. Не отлично. Не отлично. На сроки, перескоки, в момент отскока ты бессмертный. Блядь, ты такая жуткая боевая. А можно было чарджировать? Да. В пятый им нужно целиться. Только это невозможно сделать. Потому что, во-первых, управление что в оригинале, что в портах кривое, да, нельзя. Если на конфеты можешь хоть что-то вылечить или ещё там поковырять, то на своих сроках сделать не можешь. Вообще не представляю, как на Сонке в неё было играть. В пятый или в четвёртый? В пятый. В пятый. В пятый. Я пять один раз прошёл, но мне понравилось. Больше не играл. В четвёртый ты не проходил больше всего. В пятый трёх, в четвёртый ты не проходил больше всего. А вот это всё это! Почему ты так играл вообще? Ну, что это тут вял, например, без всяких гайдов там вообще хрена? Я пойму что, почему. Ну, как, вев. Зачем? Что, блин? Когда я играл, мне очень понятно. Кто эти люди? Вот такие люди, кто эти? Нахрена мне их показали? Я жр, ты не понял Нахрена чё, я что это было? Чего? Ты ни хрена не понял, что это было тут? Не, ну там мы всех людей показывали, которых он убивал, ну фига, блин, там какие-то они такие живялые, причём эти люди все убивают. А там там ехает какой-то пахуист, который, блять, сидит, говорит, ну у меня цейка на дверь не будет. Да, единственное меня убило, потому что... Ну там, я так, сижу две недели, из дома не могу идти, ну, блять, я сейчас там панику, ну, должна была начать, да? Да, то есть меня больше всего убило, это то, что главный герой очень пассивен. Очень пассивен, прям, там нельзя пассивен, а остальное как-то нормально. Мне, конечно, смешно было то, что, типа, охранитель мудрости... Который игрок на раме там нанесел в тапке. Не, охранитель мудрости это ты. Ты получателем есть. Получателем? Да. Весь игрок не попью. Тот геймер. Что такое игрок? Да я тут по ссылочке прошел, которую Аждаш прислал. Да. И правда фрукт прислал, но я играл в первую и во вторую цивилизацию много, действительно много. То есть это... Каждый из двух, наверное, сотен пять часов, не меньше. Ты играл в пятую? Нет, я не играл в пятую, я играл только в первую и во вторую. А четвертая же последняя? Нет, в пятую, я проходил в пятую целую. Вот это еще сейчас в семье вышло, это пятая? Нет, это шестая. Это не шестая, это не шестая, это... Есть, не было этот, как его, альфа-центапра, 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 альфа-центапра. А пятая цивилизация вышла в 2010 году, пять лет назад. Ну, вот это последняя, значит, пятая. Ну, по крайней мере, вот, то есть, вот я действительно вижу, тут народ описывает, как, чего, как происходит вот это разделение, но за все эти много-много-много-много-много часов я ни разу не видел, что бы такое произошло. Я играл много, но я ни разу такого не видел, и ни разу ни от кого не слышу, что это вот... Ну, вообще, я не... Мне пятая цивилизация подарили со всеми аддонами, совсем недавно. Вот, когда у меня был ещё старый комп, который, в котором, совсем, уже почти накрас, я только на маленькой картке играть мог. И, вы спускаешь, карту побольше, она у меня начинает иногда жалость, что ей не хватает оперативки и цивилизация будет закрыта. Слина. 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 У меня, у меня тогда потянет мало как. Я не знаю, я, если честно, не очень хочу. Я слышал про то, что четвертая цивилизация говнич. Пятая, пятая, как по мне, вот со всеми аддонами, тем не менее. Я вот хотел перейти третью, потому что про третью, наверное, что это последняя классическая такая хорошая цивилизация. Четвертое говно и все, что выходило в дальнейшем под этим брендом тоже говно. Не знаю, говно-говно, я просто предыдущий не играл. Поиграл в пятую, прошел в пятую, больше что-то не хочется. Ну, знаешь, выпадет тебя на досе цивилизация, пройди первую. Ну, кстати, можно как раз взять бендовую, потому что она графически чуть-чуть поприятнее, цвета там чуть-чуть поприятнее, а геймфлэйна, у нее отличия нулевые абсолютно. Ничего не было отличия. То есть вот именно просто абсолютно отличия. Вот, Ларх, ты прошел пятый, ты еще не просто один мая раз выиграл или сценарий прошел? Не, просто свободный сценарий один раз выиграл. Ну, просто у меня свободный сценарий один раз выиграл, мне ее подарили, я одну ночь с ней просидел, это было часов десять. И я за Катеринку захватил всех, япония была последней. Примерно так оно и не нравится. Мне нравится как раз, да, мне вот в первой цивилизации они очень нравились. Первая, вторая, мне очень нравилось играть на земле. Не на случайно генерированной карте, а именно на земле. Первая, первая это был даже отдельный пультик в менюшке, play on course. В пятой это при создании карты по карте, так, чтобы земля сгенерировалась. Можно. Нет, я на маленькой карте сыграл две тысячи четырьмя игроками в десять часов прошло. Причем, самое забавное, из чего было, мне, короче, оставался, я уже захватил все стороны, мне осталось, это, один сделать удар, чтобы захватить Японию и выиграть. И мне пишут, вы выиграли по культурной победе. А, понятно. Я, я, короче, да, я нажимаю, типа, дайте мне еще поиграть, нажимаю эту, захватываю эту, и мне и выиграю этот же сценарий второй раз. Я захватил все цивилизации. И, в итоге, открыл так четыре очки вместо двух. Толк. Да, там, играй, в пятой цивилизации двести семьдесят очек. Да, только... Но я вряд ли когда-нибудь за нее сяду. Сейчас скажу, сколько у меня чьих образовательных рождений, а там немного хранит. Я хочу, чтобы у меня, как десять лет назад, было у него времени, чтобы я мог сидеть и играть, сидеть и играть. Я тогда выбивал из игр по двести семь и сточил. Да-а-а. Двести восемьдесят семь, у меня это не тридцает. Да щас, да щас, да щас, да щас, я щас из паршивого киндул-харца не могу выпить все. Эх, Слоу, как ты меня опередил на одну очки? Я тридцать две. С 11 процентов, 282. Кто их будет убивать и какой тюрьме? И сказать, самое забавное, я вот тогда получил этот халявный XCOMmen mention, который новый. Я в него поиграл и мне понравилось. sym�� Zeroved City, что в старый XCOM я тоже играл, а в старой Цивилизации нет. Потом мне подарили, друзья подарили Цивилизацию, Megivity Trump. Тоже поиграл в меня. Потом XCOMmen играл больше чем 100 игроков. Видел? Ты видел в гарнаж,casасу reparел? Сто Сестьдесят очелок. Просто, просто как цыпа Чтоб ж ты, блин, в цивилизацию играл Ну, я вот сейчас выделил цивилизацию 5 Написано, что она есть в 27 моих друзей В битро играешь в цивилизацию На чё? Пардон Мне тоже чё-то На ноутбук штук есть Но у меня сейчас мой ноутбук потерялся Рабочий ноутбук, это на рабочий ноутбук Он на планшете играет, давай Рабочий ноутбук, пардон, на пенде Это на целероне, который 1,8 ГГц, одно ядер На плате пенде ОП-4 Кстати, да, я совсем забыл, что в 5-й цивилизации Постали кучи патчей, добавили режима Да, для таблеток, чтобы играть пальцами, а чисто Рабочий 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 Ну, а виндовую таблетку, чтобы играть в цивилизацию, да? Тем более, тем более виндовую, у меня никакой нет У меня икона хватает выше головы Да, вот она так называется, Windows 8, тачскрин режим, да, в лаунчеры вытираются Ясно Не видел там такого Я в метро езжу по 20 минут, мне не поможет цивилизации Да, 20 минут цивилизации поиграешь Хотя, кто у нас тут, кто-то у нас, а, Сайвен вчера доказывал, что можно героев на полчасика засесть Ну-ну Вдвоем? Не думаю Да даже вдвоем Даже вдвоем Что, одному реально легко, может быть, на 10-13 минут засесть, а вот вдвоем вряд ли Нет, я имел видение, ну, толпой, человек 6-8 Нет, 6-8 По полчасика я говорю, давай, мы по дваходы сделали, да? Да, вон, я окладываю, я не стою Ему ехать один час, сейчас Вадим конец Ужасно То есть по два часа в день Да, это уже серьезно Нет, ехать двадцать минут в этом конец Я не успеваю просто Она у тебя не запустится, даже сайта в клубе Нет, фронтриггер, кстати, у тебя даже актуал Нет, фронтриггер это... Как я говорю, она... Когда ты запускаешь ее, скипаешь стартовый ролик, она грузится на 10-7 Ну, нет, у меня такой проблемы не масса Нет, у меня такой проблемы не масса Эй, уйду-ка я спать, я тогда засиделся И вам всем тому желаю, всем спать Найсера, 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 не буду уже Как на стул Я настраивал этот GPS И... Соньку Ааа Груется с диска Запускается с флешки Вот эти игру загружает с компа вообще Вот Новый дел А чё... Чё тебе мешает поставить НСБУ или УЧАД НСБУ НСБУ? Да Я хочу пожелать спокойной ночи Я только отошел сделать сгод и вот уже спать ушел Ага А мы вот говорим про каратство на PS2, да? Ну я вижу, что вы говорите про каратство на PS2 Правда, все равно Не знаю, какие наркоманы Это... Пытаются играть с USB на PS1 Или PS2 Они же там 1-1 1-1, точнее Знаешь Через этот самый Через сетку ролики тоже тормозятся Обздеть! 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 Да То есть игра сама идет так, ну Без особо длинных заглурок вроде Но ролики тормозят Обздеть Вот поэтому Опять же Для каратства Особенно вот этого МСБУ Лучший факт с PS2 У них можно и дэшный хард поставить А там какой? Идэшный Ну и дэшный понятно, а там какой? Если есть, если нет, то какой еще? Три с половиной Три с половиной Три с половиной Иде, да, стандарт Да Туда можно и, конечно, как вставить по нему вас видимо А какие нельзя вставить? Там же вообще хардов не было снитаковаться Там же вообще хардов не было снитаковаться Ну да, там под него Под него Элёна, это у тебя десять утра А у пролиста семь утра Пол восьмого А у нас пол пятого утра, мы все еще здесь использовался всего в 10 играх а настоятельно требовал она тяжелее из-за этого конечно и я правда снимки никуда не разбирал я знаю как он работает после этого лаза не пометит что он может там не оказаться он раньше барыжил я спрашивал бы, о, глас то он себе оставлю вместо этого вставить, там гневки бывшие кремо выжигает, кремо ну это часто он не барыж, он просто так он просит да, но из любых искусств он все равно может я как-то тогда и с ним общался, тогда бы он такое само не вытворил, а сейчас это через третье лицо бы его просили это сделать, а у него был какой-то ствари что жалко, блин консоли этих уже не осталось как Девлин говорил да, особенно PlayStation 2, блин 150 миллионов проданы консоли сейчас же их уже не выпускают последняя спонавера, вот, сошла в двенадцатом году вообще, я бы ее вообще по-моему не помню просто потому что у меня чек какой-то древний там стоит который двуслойки не читает, настройки там в нем не целятся в начале скажи, игрок Пайс 1 уже запускается нет, Пайс 1 запускается причем без всяких там ну до этого еще более ранние чеки были там хитрые там, с двойным ресетом они запускались там разные комбинации ресетов были там ну простой ресет, там Пайс 2 запускается двойной, по-моему, Пайс 1 там с зажатием ресетов в виде видео такого-то региона это самые-самые первые чипы какие-то были а у меня это, вот это мои, это уже позже это уже с линком но все равно какой-то каличный этот чип не знаю, что можно зайти в настройки этого чипа но если ты пытаешься его сохранить, то он свернет затем кайти ну зараза, самопаленный и слоненьким чеком все равно все равно как я раньше чип принесла ничего себе будет проще ну блин сейчас на вот этом в вашем ящике 360-ом, который у меня стоит чтобы получить полный доступ в системе, надо спаивать чип который что делает как он вообще и для чего он там нужен в момент проверки, когда включаешь ящик он начинает делать 5 проверок на целостность и во время второй проверки он отключает процессор он сначала замедляет его где-то в 16 раз буквально до сотни мегакерс и это ищет нужный тайминг то есть когда нужно на дружное время а потом отключает его и записывает туда произвольный код а потом его включает этот 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 вот так можно получить полный ГОСТ на посетке в системе и заменить дашборд на полный полный ГОСТ на системе чтобы я изъявил помню первый ГОСТ как-то весело ломался и ломался там нет я читал вот ну наверное на раутрекере рекламает первый блок самый простой способ и самый действенный там внутри стоит эдэшный элемент ну вот и он заблокирован на запись то есть во время чтения он разблокируется но вот так если его вставить в комп он заблокирован сейчас очень важно вставляешь аудио CD любой копируешь на это с него один трек включаешь его в плеере потом пока избокс пытается его играть он разблокирует и отключаешь с него SATA подключаешь компы у тебя есть пять минут чтобы его перехошить не не а мы помню как-то коллективным разумом все это проделали втроем помню сидели и я естественно наблюдал такое там вообще темная материя была там какие-то вернее там один какой-то человек был умелец он как бы знал или не знал инструкции то есть действовал он то есть он знал теорию это не ну теория там как бы не знаю может кто там доставал я вообще это я просто сидел так наблюдал со стороны с но потом еще тайком да да такая теплость да с собой ну там слабенький слабенький при этом вот этот мой друг поставился этот фрибут с этим чипом на 360 свой ему сделали типа наклеечку что xbox теперь может включаться до двух минут не вырубайте его такое реально происходит потому что он замедляется раз в 16 его и на 100 ну на 100 ггц пытается найти нужную точку когда его надо отключить он его отключает там буквально секунды на 3-х пошло будет следовольный код он отключается вон остальные 4 проверка прошу вон и и и с и и а и и изначально же на ящике научились прошивать привод а потом только полный доступ в системе вот этим чипом сделать причем прошить привод тебе вообще нет я не только разобрать консоль как за счет и защищен привод в каждой консоли 360 в процессоре с точнее в нанде записано серийный номер этого привода ключ и в приводе тот же самый ключ и во время запуска они не сверяются если если ключи совпадают то она доверяет приводу и запускает игр а еще я умею проигрывать 9 и и консультов становится 9 плеером по сути это поэтому чтобы это чтобы прошить 360 ящик надо собрать прошивку именно под свой ключ надо ключ убивать прошивку пайлик а потом уже шить вот ага все суть это когда ты вставляешь диск с игрой она запрашивает данные насчет этого сколько промежутки между секторов и все вот это вот она проверяет ли сушки диска это или что а когда научились шить они зашивали именно в привод не в консоли все ответы которые должен отдать привод ящиков она начинает безговорочно доверять у меня так словно у меня так словно ящик то есть нас спрашивают сколько у тебя вот тут вот угол а у меня в прошивке вот это есть данные вот она отвечает без того чтобы иди скручить и свереть иди скручить и свереть почему первые три года эти упы были абсолютно одинаковыми потому что мы только начали не собирала я их достаточно было вписать в прошивку потом начали вписывать данные которые надо отдавать в образ в определенное место и она начинала уже диск подсчитывать и сразу отдавать а а а а а Я пойду. Белый сейчас остался, что-то. Наверное, это какой-то штит Парш. А во сколько я Парш, их-то 2, 0 или 3, но они с друг другом не совместимы. Как-то попался, по-своему, это херик, и все-таки не уехал. И все-таки? Да, все-таки. Я, я в консоли пропустил. Но, какого-то, я стою, но все-таки Кадахика достал и решил ее покупать, озадачивался вопросом, как же ее сломать. К этому моменту, естественно, все решения уже были готовы давным-давно прошить. Последнее было 4,46 вообще уже. Парш, какая-то, что-то, 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 что-то. И вот, собственно, тоже Концент, который, как вышла вот эта, большевая привода 3,0, она, собственно, последняя, она вышла в одинском году. Ну-у-у-у. Именно что-то с дисками мы, как-то больше не стало заморачиваться с динархом, короче, с вашими дисками. Просто в тот же момент, когда вышли 3.0, они научились вот это с этим чипом как-то делать, и Microsoft все силы уже туда начало бороться с ними. Да и привод она тоже защитила, новые консоли, которые после 2011 года нельзя считать крюч, который надо спрашивать с самого привода. Надо читать NAND. Ну вот это наша проблема в блоках новых. Я поэтому сразу, когда стал интересоваться, я сразу понял, что надо покупать фатку. У фатки есть масса прививающихся полезных приятных. А с ящиками все просто. Слишком дарил мне фатку покупать тоже себе наградную, что пойду. Ибо 3 красных огня. Это что, это смерть, что ли, какого-то особого? Прекрасных огня это... Ну, собственно, фотошип 3 красных огня это... Он стал популярен, потому что вся первая партия страдала тем самым недугом, что она тупо перегоревалась и сгорала. А-а-а-а-а... По сути, все консоли, которые вышли в первые полтора года. Ну вот, да, слава богу, с плойки тут проблемы не было, господи, ящики на каждом этапе только проигрывали, я так понимаю, и вторая, и третья, и четвёртая, все ящики проигрывают клуб. Как вообще, вот, вот, решила ситуация с этими огнями, но их софт буквально сделала новую ревизию, причём в том же самом корпусе, они не стали слимпировать, они слимпировали, вообще, в десятом доме, они просто, это, уменьшили техпроцесс, эти, на видеочипе его перестали. Ну, перестали, как же, дружёпно греться. Да. Вот, а мне, кстати, этих ревизий материнских плат, целых пять, наверное, на фасках. И все одинаково включены. Нет. Всё, всё, кроме Зенона, уже нормально, Зенона-то, собственно, самая первая. У них ещё, знаешь, заглавное отличие у Зенонов, то есть, вот эти, которые перегревались, у них ещё не было с ними. Ну, при этом, через компоненты, через пять тюльпамов можно... Ну, через компоненты, да. Да. На новых консолях они добавили HDMI и вот уменьшили этих процессов. Причём на... Сначала они уменьшили его от 90 до 60, или... нет, до 80, что-то потом. А, сначала не уменьшили, оставили, этот, центральный процессор 90, уменьшили видео этот до 60. Потом мы уменьшили оба их до 60, а потом уже выпустили Слимку. Ну, как решение пошли с... Это вызвало рост себестоимости. Нет, это, наоборот, понижалось себестоимость, так как мы потом не выпускали новые базы. Вот система не залата будет берут пять же. Проширки меняли, противоды и всё, вот это вот. Которые потом всё наломали. А вот, короче, вот мы меняли, у меня ящик ФА, как раз в последней религии 65, процессор 65. Вот. Лидёшку. Который мне он почти не горит. Ну вот. На Слимках они вообще, вообще, вот, ЦПУ и ГПУ в один счет подъединили. И сделали у вас 45 миллиметров. Добавили Wi-Fi, уменьшили Wi-Fi. Да, на ящике нет нападки, нет Wi-Fi на ящике. Какой же, какой недоделок? Скорее, ящик скажу. Майкрософт. Причём, они не настолько, не настолько торопились это обогнать всё, и у них это получилось. Обогнать это обогнать, но мы всё вернули. Ну, в каком году он вышел-то? У меня, если вбивается время до консольера, ну как это отстает? Я полагаю, конец какого года? 22 ноября 2005-го. Угу. Особенно, что у меня консоль снята с завода 9 сентября. 9 сентября. 9. Нет, плойки, у меня плойки 7-го года. И все, все самые ранние плойки 7-го года. Вот. У меня 9-го, у меня одна из последних фатеров. Потому что в 9-ом году вышли с ним. Буквально через месяц, после месяца. Меняю. Да-да-да-да. Супер-крутая версия с цветом на 120 футболков и чёрного цвета. Который мне достался и менялся с моим одногруппником на мой старый внук 36. Он принял консоль на телефон. Который ему может зависеть. Скажем, для статуса. Я бы не знаю, что на телефон для статуса нужен, потому что он через 2 месяца поменял этот телефон на зимнюю шину для своей машины. Чего ты человек как-то вообще ничего не нужен. Да нет, хорошо. Вот так. Я тоже так хочу. Для силы пришли. Чтобы тебе было сегодня, нужно только больше всего этого. Собственно, он мне отдал этот ящик, потому что у них было два. Вот этот вот, этот вот три слимка. Со слимками они шли со сложными, во-первых. Но как и сигнал. Ибо там Майкрософт тоже сделал плохие хитрость на слимках, на фатках. И не сделал, потому что не могло. Короче, изначально мне выпустили слимки, но привык также быстро сломать старым способом, как на фатках. Потом они и сделали ход конем. С одним из обновлений Dashboard, то есть с одной из прошивок, они перепрошили привод и заблокировали на записи. Прилес. 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 Мы не можем покупать наши платы, у них нет, ограничений нет. То есть они начали баржать плату. Боже мой. Да, наши русские допёрлись. И даже сделали два способа для двух платы, а не двух типов. Ага. То есть те уходно пытались сделать единый способ на всё? Да. И не сломались на это? А наши русские, в общем даже из Москвы, допёрли как оригинальные платы, вернут на записи. В общем такими упорами нет, наверное. Первой, короче, надо было перерезать три дорожки на плате, чтобы она отблокировалась. Это ещё... Аж Dash пришла в какую-то ссылку с комментариями, нихрена вы в агенах не понимаете. Вот. Так и дорожки. Это ещё более-менее вменяемый способ. Вторая система больше. Берёшь карандаш, отчертишь на микросхеме, ну вот, то есть на микросхеме в прошивке. И там сколько-то ног отчитываешь? Пять, четыре. Короче, рисуешь крестик. Берёшь сверло и начинаешь сверлить. Запускает при этом программу программа. И когда она тебе будет орать на всю квартиру, останавливаешься, всё, она распортировалась на запись. Надо пробовать, а то просверлить щеку. И перерезать всю эту дорожку. Очень конкретную дорожку. Да, очень конкретную дорожку. Всё у нас будет расчерчивать по множеству. Ааа, ужас. Ужас. Жесть адская просто. Спасибо, конечно. Мммм. Двадцати шестерый каналец Кайл Макдональд в результате череды обменов через интернет, начав с большой красной скрепки, получил двухэтажный дом с тремя спальними комнатами, расположенный в городе Киплин. Появится соскочеваться вообще из BBC. На это у канадца ушло всего один год. В 2005 году Кайл Макдональд удалось поменять красную пластиковую скрепку на бесплатное проживание в течение года в коттедже в Колорадо. Идея пришла к нему, когда он спалил детскую игру, цель которой получить как можно больше, меняя ненужные вещи на все более дорогие. Кайл Макдональд создал сайт, на котором они уже намерены поменять скрепку на дом или даже на остров. В первый раз мы предложили ручку в виде рыбы. Ее он смог обменять на сувенир, приносящий счастье, вернув ручку в виде улыбающегося человечка. Сувенир удалось поменять на мангал для барбекю, картинка которой ему предложили генератор. За генератор канадец получил бочку. С этого момента Кайл Макдональд решил, что в масштабах Канады в этих лиц может осуществить свой проект, он писал на своем сайте, что готов выехать в любую точку США. Кайл Макдональд устроился на работу к собственному отцу, товар которого он начал возить в торговую выступку во всей Америке. Он вытекал и встречался с людьми, которые предлагали ему вещи на обмену. В итоге бочку пива ему удалось обменять на снегака. В этот момент его сайт получил довольно широкую известность. Он даже выступил в топ-шоу на канадском телевидении, в ходе которого заявил, что готов выехать куда угодно, кроме города с ужасным названием «Як». Вспоминая восклицание, он начал очень как их гады с французкой. К концу шоу ему позвонили, чтобы предложить обменять снегакат на путешествие «Як». Это путешествие Кайля обменял на грузовик, который в свою очередь пытался 30 часов бесплатной работы в студии звукозаписи в Торонто. В конце концов ему позвонил начинающую певицу, которой был дом в Колорадо. Она предложила Кайля бесплатно жить в ее доме в течение года во дня на контракт со спиной. Кайля обменял годовое проживание в доме на вечер с Оресом Купером, который 26-летний канадец отдал в обмен на стеклянные шар с фигурками внутри. Актер Корбин Брэндсон, коллекционирующий такие шары, предложил за игрушку роль в своем фильме. За право сыграть в моем фильме, а вы предложили цель. «Изумительно, просто изумительно, я в восторге». «Так вот и надо действовать». «А ведь это возможно, если тебе больше делать не так». «А, ты намерен переехать вместе со своей подружкой, но и в дом начали сентября». «Ай, но только эта новость уже не новость». «Ай, это новость 2006 года». «А, нет... ой!» «А, нет... ой!» «А все! эксперименты не начали с помощью разгoning до конца. «С поверных бомбалу...» «тепром 5000-летний бомбал жилет Gates» «Ну, играть с это dumplings» «Зав?». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...